Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге и не только, расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главные темы выпуска. 1211 жертв гололеда приняли медучреждение Оренбурга за последнюю неделю. После капитального ремонта открылась детская поликлиника на проспекте братьев Крастылевых. Когда ждать настоящую весну в Оренбурге? Подробнее об этом далее. Крышу Кваркинской школы отремонтировали. С 26 февраля учреждение работает в обычном режиме. В школе не нарушался температурный режим, не было повреждения потолочного перекрытия и внутренних помещений. Напомним, крыша школы в селе Кваркино рухнула 22 февраля. Никто не пострадал, дети в этот день учились на дистанционке из-за морозов. 1211 жертв гололеда приняли медучреждение Оренбурга за последнюю неделю. Оренбуржцы обращались как в травпункты, так и в приемное отделение стационара. Как обстоят дела по вывозу снега и устранению наледи сегодня в городе расскажем в сюжете. Тема наледи на дорогах остается актуальной для города. За последнюю неделю за помощью в медучреждения обратилось 1211 пострадавших. Администрация Оренбурга утверждает, что работы по уборке гололеда продолжаются во всех районах города. Сегодня днем коммунальные службы продолжают борьбу с гололедом на тротуарах и пешеходных зонах. Рабочие коммунальных предприятий БИОС и Комсервис ликвидируют наледь и посыпают противогололедными материалами подходы к остановкам, лестницей, пешеходные дорожки, межквартальные проезды. Работы ведутся во всех районах города. Однако до некоторых районов города помощь не доехала. Например, улица Зеленко. Дорогу уже давно вызывает у горожан множество вопросов. Здесь совершенно неудобно ходить с детьми. Везде колея, лед. Детки падают, дороги совершенно не чистят. Очень тяжело. Особенно с двумя детьми вообще нереально. Вообще еще не чистили. Не видела. Поломать ногу можно. Надо доделать, ремонтировать. Отсутствие освещения и, что важно, тротуаров. Чтобы добраться до места, людям ничего не остается, кроме как идти по обледеневшей обочине. За последнюю неделю, по данным СМИ, с этой дороги, увезли трех пострадавших. Однако никакие меры так и не были приняты. С начала зимы на обработку территорий города израсходовано более 11 тысяч тонн соли. Задействовано также и множество специальной техники. Работы по очистке города продолжались даже в праздничные дни и ведутся до сих пор. В ликвидации наледи задействованы несколько бригад рабочих и специальная техника. Куски льда и снега собираются большие кучи вдоль улиц. Однако, по мнению водителей, эти горы становятся причиной новых проблем. Ничего не видно. Еще колею видели какой? 20 сантиметров. Не разъехаться, не проехаться. Машину пришлось поменять. Обзор уменьшает. Вообще не видно. Даже на перекрестке, когда заезжаешь, не видишь. Сужает дорогу. Плохо. И даже не видно разметку. Надо до асфальта чистить, чтобы разметку видеть, чтобы разъехать. Их вывозить надо. И места больше будет. Там и парковку можем ставить машину. Главное управление МЧС по Оренбургской области напоминает. В связи с погодными условиями водителям стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим. А пешеходам быть внимательными. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112. Алена Годяева, Анна Марарь, телеканал ЮТВ. 26 февраля заработала детская поликлиника в промышленном районе Оренбурга. После капитального ремонта объект сможет обслуживать 24 тысячи детей. На обзорной экскурсии побывала София Пирогова. Яркие просторные кабинеты, игровая обстановка, новое оборудование для исследований. В Оренбурге готова к открытию детская поликлиника. 26 февраля начнем работу в этой поликлинике. На самом деле поликлиника абсолютно готова. Она имеет лицензию. У нас задача просто сейчас спокойно переехать, перевезти медикам свои личные вещи и так далее. Поэтому неделя короткая. Мы решили организационно вот таким образом сработать. Главная задача поликлиники – разгрузить больницы и создать максимально комфортные условия для пребывания детей с родителями. Инновационное оборудование даст возможность быстро и безболезненно провести диагностику и лечение. Мы поликлинику создавали как город детского здоровья. Там парковочная зона для колясок, там же облачка, летают самолетики. То есть это все сделано для того, чтобы сразу, как человек переступает порог колясочной зоны, сразу поднималось настроение. И когда он уже заходит сюда, уже с улыбкой. В обновленной поликлинике будут 22 педиатрических участка, которые будут обслуживать 24 тысячи детей, проживающих в промышленном районе. На первом этаже больницы расположены процедурные кабинеты, включая рентген. Это современный, новый рентгенодиагностический комплекс отечественного производства, который делает качественные цифровые снимки. Преимущественно данного аппарата у него высокая пропускная способность и низкая лучевая активность, что достаточно ценно для наших маленьких пациентов. Отделению лечебно-спортивной медицины и специалистам узкой направленности выделен целый этаж. Юным спортсменам теперь легко пройти диспансеризацию и решить все проблемы со здоровьем в одном месте. Когда проходит диспансеризация, у них выявляет стайлинная патология. Ну, бывает такое. И, соответственно, деток тогда направляют куда-то для дообследования. И вот помещение сюда, Центр спортивной медицины, это решение вот этой проблемы. То есть ребятам не надо будет, детям-спортсменам никуда уже идти. Все диагностические, консультативные возможности этой поликлиники будут работать в том числе на детей-спортсменов всего города. На четвертом этаже поликлиники расположили большую стоматологическую службу. Новое оборудование позволит проводить операции без анестезии и боли. А яркие кабинеты и призы за смелость ребенка помогут не бояться врачей. В этом отделении у нас будет вести прием 32 специалиста в 11 кабинетах. Также, благодаря объединению, мы смогли провести ряд учебных мероприятий. Мы приглашаем известных профессоров, таких известных коучей, которые аккредитованы как преподаватели. Из Центрального научно-исследовательского института стоматологии приглашаем. Напомним, капитальный ремонт с перепрофилированием бывшего административного здания под медицинские стандарты стал возможным благодаря инициативе губернатора области. Строительство объекта началось в 2023 году. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Наступила последняя неделя зимы. По прогнозам метеорологов, она будет ранней и затяжной. Подробнее расскажем далее. Наводнение или засуха. Наступила последняя неделя зимы и многие оренбуржцы с нетерпением ждут весны. Но, по словам синоптиков, начало марта будет достаточно холодным. Март, в принципе, вот на данный момент, какие у нас официальные источники, ожидается теплее обычного. То есть насколка, конечно, не сильно, но все-таки он должен быть теплее среди полной леней значений. В то же время, первые числа марта будут достаточно прохладные, особенно ночные температуры. А днем будет вполне комфортно и тепло. Говорить о том, какой ожидается паводок, в области пока сложно. Есть несколько признаков того, что половодье в Оренбуржье достанет критической отметки. Сейчас мы можем только судить по тем составляющим, которые у нас есть. Это осеннее увлажнение. Если говорить про снегозапасы, то они тоже повсеместно у нас пока больше нормы. Ну, конечно, не в три раза, но где-то там на 50-30% больше средних многолетних значений. И в то же время высота снежного покрова тоже около, либо выше нормы. То есть это те факторы, которые говорят о том, что вроде половодье должно быть достаточно серьезным. В принципе, предпосылок для этого много. Начало весны не принесет долгожданного потепления. В марте сохранится минусовая температура. Воздух в городе и области днем будет от плюс одного до минус десяти градусов. Ночью от минус четырех до минус пятнадцати. Конец февраля и начало марта, то есть первые дни марта. Преимущественно у нас будет погода антициклонального характера. То есть если осадки будут, то они значительные. Температуры днем все-таки солнышко у нас будет уже пригревать ближе к весеннему. Поэтому днем у нас преимущественно слабый минус, переходящий в слабый плюс. Но ночные температуры в конце февраля и в начале марта все-таки будут преимущественно пока еще отрицательные. Последняя неделя зимы, по прогнозам гидромедцентра, в отдельных районах области ожидается минимальная температура воздуха. Минус двадцать четыре, минус тридцать градусов. Днем потеплеет до минус трех, минус десяти. Осадков не ожидается. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале. С вами была Екатерина Хигаев. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова